Барнаульские дорожники продолжают работы по очистке уличной дорожной сети. Барнаульские дорожники продолжают работы по очистке уличной дорожной сети. Ликвидировать последствия новогодней метели. Так, в ночь с 3 на 4 января на улицах Барнаула работало 159 единиц техники. Сегодня днем примерно 109. Из-за снегопада, метели и сильных порывов ветра дорожники перешли на усиленный режим работы с 31 декабря. В новогоднюю ночь сотрудники предприятия «Автодорстрой» вышли работать в полном составе. До сегодняшнего дня включительно из Барнаула и пригорода вывезено больше 33 тысяч кубометров снега. Применено около 3000 тонн реагентов. Первая задача была во время прохождения метелей не допустить остановки маршрутного транспорта как в городе, так и в пригороде. Сейчас задачи такие ставим перед предприятием очистку тротуаров, очистку проезжей части, вывоз тех снежных валов, которые сформировали за эти дни. Также очистку дорог в пригороде. Ликвидация последствий снегопада продолжается. Однако проведению качественной уборки мешают неправильно припаркованные автомобили. Техника не может качественно не промести, не сформировать валы, тем более произвести вывоз этого снега. Поэтому просьба к жителям города все-таки как-то с пониманием относиться и парковаться в специально отведенных для этого местах. 30 пожаров ликвидировали в Алтайском крае только за первые трое суток этого года. Большинство из них произошли в жилом секторе, в домах и квартирах граждан. Причины происшествия чаще всего связаны с нарушением правил эксплуатации или неисправностью печного отопления и электрооборудования. Значительная часть возгорания произошла из-за неосторожного обращения с огнём. Рейды по профилактике пожаров проводят в краевом центре. Сотрудники управления по делам ГОИЧС Барнаула и регионального управления МЧС поговорили с жителями частных домов Октябрьского района. С домовладельцами провели инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования. Напомнили правила использования пиротехнических средств, а также вручили памятки. А я напомню, что применять пиротехническое изделие можно на расстоянии 20 метров от домов и деревьев. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5 метров в секунду и более. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны. По телефону 01, с мобильного 101 или по телефону вызова экстренных служб 112. А теперь о травматизме. Около 500 пациентов приняла Краевая клиническая больница скорой медпомощи, начиная с 31 декабря. Врачи госпитализировали 130 из них. Горожане поступили с хирургическими, гинекологическими, кардиологическими заболеваниями и травмами. Количество обращений к врачам традиционно растет в период новогодних праздников. Так, травмпункт с конца декабря ежедневно принимает от 40 до 50 пациентов в сутки. Свою лепту внес и гололед, который ввиду погодных явлений в этом году достаточно выражен. Где-то треть пациентов с травмами поступают именно по этой причине. Чаще всего диагностированные травмы – это ушибы. Ушибы, растяжения, переломы, конечно же, встречаются. Чаще всего это предплечье, кисть, голень. Если вы травмировались и испытываете сильные болевые ощущения, специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медпомощью. А чтобы избежать незапланированных посещений врачей, нужно соблюдать простые правила. Следить за своим здоровьем, не злоупотреблять алкоголем, аккуратно вести себя на дорогах, переходить в проезжую часть в положенном месте и избегать падений на гололеде. Алтайские следователи завели уголовное дело по факту травмирования двух подростков в 10 и 15 лет в Бийске. Они катались в лесопарковой зоне Наукограда со снежного склона на тюбингах. При спуске несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность, так как ранее 28 декабря прошлого года 15-летний подросток на том же месте при катании со склону получил тяжкий вред здоровью. По данному факту следователям продолжается проведение доследственной проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Алтайские следователи настоятельно просят родителей следить за времяпровождением своих несовершеннолетних детей. Во избежание несчастных случаев они должны кататься только в установленных для этого местах. Баскетболист из клуба «Барнаул» пропал в Красноярске перед Новым годом. Ночью 30 декабря Антон Петухов ушел из дома и не вернулся. Спортсмен не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. По камерам видеонаблюдения установили, Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Направо он не вышел, назад также не вернулся, рассказали в Красноярской общественной организации поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной. Баскетболисты ищут полицейские и волонтеры, его друзья и родственники. Осмотрена прибрежная зона, береговая линия с использованием подводного дрона. Сам остров пешими группами и с помощью беспилотного летательного аппарата. Осматривается каждый овраг и колодец. Среди версий произошедшего падение в воду и потеря сознания. Под бой курантов в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства родилось три девочки и один мальчик. Узнаем, как чувствуют себя мамы, для которых Новый год стал праздником вдвойне. Самой первой в 2024 году родилась Ульяна Щербакова. 3 килограмма и 100 граммов при росте 52 сантиметра. Вместе с мамой Оксаной чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке. В новогодних родах мама ничего особенного не видит. У меня просто первая дочка, 29 декабря рождена, поэтому новогодние ночи я уже вот так вот чудесно провожу. Дети всегда долгожданные, они не бывают по-другому. Хотелось, счастья, вот второй раз получила. Чаще всего новогодние ночи для родильных домов проходят чуть более спокойно, чем будни. Со слов сотрудников Центра охраны материнства и детства, стандартный день здесь принимают от 10 до 20 родов за сутки. Секрет в том, что в некоторых случаях время родов можно контролировать, хотя сами малыши предпочитают не спрашивать, который сегодня день и час. Еще отметили, что девочек в новогодние дни родилось больше, а значит, по старой примете, год будет мирным. Константин Ганов, Роман Хайрулин, новости. Мультимедийный ледяной дворец появился на Алтае. Он открылся на курорте Сбера-Манжирок. Это уникальное сооружение изо льда, оживающее с наступлением сумерек благодаря световому шоу. Для создания зимней сказки впервые применили технологию мультимедийного проецирования. Магия ледяного дворца на курорте Сбера-Манжирок завораживает. Лед скорее похож на драгоценный камень, переливающийся в сказочном сиянии, а каждые полчаса оживает центральная башня, окруженная пятиметровыми ледяными стенами. Это начинается световое шоу. Изображение проецируется прямо на ледяные блоки, и подобную технологию ранее при строительстве снежных городков не применяли. Ранее никто не реализовывал именно мультимедийные проекции на ледовую поверхность. Мы в июле проводили тесты, у нас был лед, у нас были проекции, мы смотрели, что работает, что не работает, и вот выявили лучшие работающие варианты, и все они воплотились здесь и сейчас. Высота башни изо льда кажется невероятной. 14 метров выше пятиэтажного дома. Площадь ледяного дворца 1745 квадратных метров, и это только часть сказочного города. Город по своим масштабам действительно уникальный. Он раскинулся на 60 тысяч квадратных метров. Здесь действительно можно отдохнуть, посмотреть уникальные красоты этого замечательного края, набраться сил и, конечно же, увидеть уникальную работу шедевра изо льда. 45 ледовых арт-объектов рассказывают гостям о мифах и легендах Алтая. Из-за теплого декабря ледяные блоки для строительства вырезали на отдаленных чистейших озерах Кошагачского района. Всего использовано 2200 кубических метров льда. Это больше объема Олимпийского бассейна. Шикарно, очень понравился курорт. Я много где была и в Альпах, и в Италии, и в Швейцарии, но это большой прорыв. Это молодцы, развивайтесь дальше, прям супер. Вообще ощущение какой-то магии, силы, природы ощущается очень круто. В Сибири лед, это здорово выглядит, правда, очень классно. Посещение городка бесплатное. Ледяные конструкции надежны и должны простоять до весны, привлекая гостей горнолыжного курорта Сбера Манжирок. Кстати, в нынешнем сезоне Манжирок ожидает принять примерно на четверть больше посетителей, чем год назад. Более 160 тысяч человек. Протяженность горнолыжных трасс увеличилась. Их уже 30 километров. Начинают работать и два катка. На Березовом озере и на территории Снежного городка. Максим Лосердов, Андрей Шповалов. Новости. А я продолжу. В Алтайском крае 59 районов. Мы узнали, как проводят новогодние праздники жители некоторых из них. Так, в Славгороде Снежный городок построили на Площади Победы. Ёлка, любимица подписчиков алтайских интернет-сообществ, переливается всеми цветами радуги. Вот что про неё пишут. Цитирую. «Глаз радуется. Красота. Очень красивая ёлка. Все цвета яркие. Красиво сделали. Молодцы». Рядом с главным новогодним символом светодиодные фигуры дракона, медведя и оленя. А в Тальменском доме культуры накануне праздника прошёл новогодний спектакль «Последний Дед Мороз» по мотивам фильма «Последний богатырь». Главный вопрос постановки – могли бы сказочные персонажи жить среди обычных людей? Маленького сына Мороза отправляют в наш мир, чтобы спасти, но в реальной жизни Иван оказывается обычным тальменским жуликом, выдающим себя за белого мага. А в это время его ждут в сказочной стране, ведь все Морозы пропали и вся надежда только на него. А в селе Шипунова провели традиционный новогодний забег. Его посвятили сразу четырём событиям – столетию района, 110-летию села Шипунова, 70-летию освоения целины и дню рождения Ильи Муромца. В этом году в забеге принял участие маленький пони. На нём могли прокатиться все желающие. Некоторые жители Алтайского края встретили Новый год за пределами родного региона. Например, Барнаулец Ярослав Мальцев сейчас находится в Антарктиде. Работает там уже два года шеф-поваром на станции «Прогресс». До поездки Ярослав работал в заведениях общепита, Барнаула и Санкт-Петербурга. А популярность ему принёс блок «Антарктический повар». Привет, барнаульцы и жители Алтайского края. Я, Ярослав, шеф-повар российской антарктической станции «Прогресс», поздравляю вас с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством. Желаю вам крепкого сибирского алтайского здоровья, а также шлю вам солнечные лучи и солнечной Южной Антарктиды, чтобы всё у вас в следующем году было хорошо. Продолжение следует... Представители Алтайского края взяли 10 медалей. «Кикбоксинг в Алтайском крае – базовый вид спорта. Один из базовых видов спорта. Имеет очень давние традиции, он, можно сказать, помимо того, что он базовый, он традиционно для нашего Алтайского края. И, конечно, коллеги провели хорошую работу, подготовили ребят, которые выступили, достойно выступили и прославляют наш Алтайский край на российской арене». Руководитель Федерации кикбоксинга региона Вячеслав Перерядов также сообщил, что до домашнего первенства России 2022 года в крае кикбоксингом занимались около 1400 человек. Сегодня их число переверлило за 2000. Мы помним, что в 2022 году у нас проходил чемпионат и первенство страны в городе Барнауле. И вот, наверное, итоги сегодняшние и вот эти результаты – это вот тот импульс, который дал этот важный старт в городе Барнауле. Подготовка, естественно, началась еще в 2021 году. И ребята, которые сегодня здесь вот показали этот очень высокий исторический результат, начали подготовку к тому старту и показали там, на домашней России, тоже достаточно высокий результат. В заключение встречи министр спорта края Иван Нифонтов поздравил всех с Новым годом и вручил гостям иллюстрированное издание «Фотолетопись алтайского спорта». С каждым годом все больше барнаульцев выбирают активный отдых в праздничные январские дни. Так руководители госорганов вышли на лыжную пробежку вместе со своими семьями. Вчера все парковки вокруг базы были забиты полностью. Первого были где-то, скажу вам, наполовину. Я вот катаюсь с 30-го числа каждый день здесь и даже не удивляюсь уже этому. Это если взять 30 лет назад, это, знаете, можно встретить одного человека какого-то ненормального. А сейчас все идут на лыжах. Все поняли, что здоровье надо укреплять, а не потом таблетки брать и лечиться в больницах. В их числе министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Бронзовый призер Олимпийских игр пришел вместе с женой Кристиной и старшими сыновьями Святославом и Всеволодом. Добавлю, в ближайшее время Алтайский край ждут два массовых спортивных праздника. С 10 по 11 февраля пройдет Лыжня России, а с 16 по 18 зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая в Павловске. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего вечера. Не переключайтесь.